МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Язык – духовный стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! И сегодня мы вам поговорим о дирижере и композиторе Ахмете Жубанове. Самобытный и яркий художник – так говорят о композиторе Ахмете Жубанове. В детстве он мечтал стать ветеринарным врачом, но свою жизнь он целиком посвятил музыке. Создатель первого народного ансамбля дамбристов, основатель казахской профессиональной музыки. Ахмед Жубанов был талантлив во всем – педагог, ученый, любящий отец и муж. Первооткрыватель музыковедения и заядлый охотник. Настолько разносторонним он был. Его произведения с упоением слушает и изучает молодежь. И хотя в этом году Ахмету Жубанову исполняется 110 лет, и его труды и деятельность до сих пор остаются предметами для исследований. А поклонникам его музыки и таланта от 10 до 70 лет. Ведь именно он вывел казахскую музыку на новый уровень. С одной из почитательниц Ахмеда Жубанова и преподавателем музыки мы и побеседовали в нашей студии. Камбат Дюсеновна Нургалиева рассказала, что особенного и запоминающегося в творчестве композитора и великого ученого. Камбат Дюсеновна, вот по решению ЮНЕСКО 2006 год, еще 10 лет назад, был объявлен годом Ахмеда Жубанова. Это же все-таки большая честь. Как вы считаете, насколько он был таким великим и талантливым композитором, что ему международная культура и международные программы были посвящены? Имя известного деятеля музыкальной культуры Казахстана тесно связано с зарождением и расцветом музыкальной культуры Казахстана. В начале XX века было очень много талантливых людей, но Ахмеда Жубанова можно назвать в числе единственного разностороннего, чья деятельность была разносторонней. Среди его современников много было композиторов, писателей, но он отличался тем, что был основоположником именно казахской профессиональной музыки. Ахмед Жубанов все-таки автор многих статей, очерков, книг о музыкальной народной музыке, о нашей казахстанской. Вот скажите, насколько было трудно создавать такие произведения, труды его, тем более в то время, в которое он жил? Да, соглашусь с вами. Его научно-исследовательские труды, книги, которые в то время были напечатаны, это «Струны столетий», это «Соловьи столетий», «Энки Сапара». И в числе самых первых книг, которые он написал еще в годы учебы в Ленинграде, по своей инициативе «Музыкара Альпе», это как бы музыкальная грамота, самая первая книга казахская, но написана еще сначала латинским шрифтом, и только потом он уже ее переработал, и вышла книга «Музыкадага Алгашха Адам». Это тоже самая музыкальная грамота. Так как не было профессиональных музыкантов в Казахстане, он, являясь самым первым профессиональным музыкантом, он старался развивать музыку. Самым главным в его трудах было то, что он хотел воплотить свою мечту, создать оркестр. Учаясь в Ленинграде, он учился у профессора, который был руководителем художественным и дирижером Андрейского русского оркестра, оркестра русских народных инструментов. И его мечта была создать оркестр казахских народных инструментов. Это было очень сложно, но вначале он собрал ансамбль из 11 музыкантов. 11 музыкантов. Это были талантливейшие домбраши, кобасши, сабазгаши со всех уголков нашего Казахстана. Но они были музыкально неграмотными. Играли виртуозно, хорошо, но сделать с ними оркестр, создать было очень трудно. И первые произведения Шалкама ему удалось сделать с большим трудом, так как каждый учился у своего учителя и каждый играл по-своему. Сделать это все воедино, создать оркестр или ансамбль было очень тяжело. Но он с этим справился, потому что впоследствии этот ансамбль из 11 человек разросся в оркестр казахских народных инструментов. Ныне он уже состоит, это был огромный коллектив, который состоит из 80 человек и более, и который уже широко известен не только в Казахстане, и за пределами, за рубежом, которые выступали на сценах больших театров, и узнаваемый уже во всем мире. Это музыка, созданная на инструменте домбра, на которой две струны. Все удивлялись за границей, за рубежом, как это можно сыграть классическую музыку зарубежных композиторов, например, Моцарта, Бетховена на домбре. И восхищались звучаниями тех произведений, которые написал Ахмед Жубанов. Например, если будем отмечать его труды композиторские, то, что он сочинил, то можно назвать главным, самым большим полотном его создания классической музыки. Это опера Абай, написанная совместно с Латифом Хумиди. В этой опере они старались воспроизвести образ Абая, и просветителя, поэта, писателя, передового человека того времени. И мне кажется, это очень удачно у них получилось. Сегодня везде это исполняется на сценах больших и малых театров Казахстана и за границей. Еще его произведения, первые произведения, которыми он прославился, его песни, широко известные, которые у всех на слуху, это «Карл Гаш», «Ах Когершин». И для камерных ансамблей струнных инструментов, и также для фортепиано, таджикские танцы, казахские танцы. Учащиеся в музыкальных колледжах, в консерватории, в обязательном порядке, исполняя казахские произведения, берут на вооружение именно таджикские, казахские танцы Ахмеда Жубанова. Ну вот как раз давайте посмотрим одно из его произведений, послушаем. Пусть и телезрители узнают, насколько они цены, и насколько они богаты музыкально. Давайте посмотрим. Получается, что он был первым в музыкальной культуре. Пионером, да. Вы согласны с этим? Да, да, да. Первый руководитель, организатор оркестра казахских народных инструментов, первым его художественным руководителем, первым дирижером этого оркестра, первым композитором казахом, написавшим оперу, такое огромное полотно в классической музыке. Вот. И все-таки это все. И первым был создателем факультета искусствоведения в Академии наук. Вот. Везде он был первым. Это очень было трудно. В те годы, когда страна переживала тяжелейшие времена, и как бы, казалось бы, было никому не до музыки, он, будучи молодой, он понимал, насколько это важно для народа, не только физическая пища, но и духовная, для того, чтобы продолжать развиваться в лучшую сторону. Ну, было бы, наверное, интересно узнать о той семье, из которой он происходил. Вот. Говорят, что она была музыкальной, интеллигентной. Расскажите об этом. Это очень уникальная семья. Отец Куан был человеком передовых взглядов. Вот. На родине, где родился Ахмед Жубанов, было очень много переселенцев после революции 1905 года. Украинцев, русских. И он интересовался традициями других народов, культурой, языком. Очень быстро научился говорить по-русски. И выписывал очень много газет, журналов для того, чтобы своих детей тоже, как бы, приучать передовым вот этим своим взглядом. Чтобы они стремились к науке, к знаниям, и тоже время к искусству. Ахмед, в его семье почти все были с высшим образованием. Доктора наук, профессора, академики. Ахмед Куанович, он был академиком, знаете, композитором, музыковедом, исследователем. Все это вместе. И дочь его, Газиза Ахмедовна Жубанова, она является и композитором, и преподавателем. То есть его семья, дети пошли по его стопам, и по стопам его деда, получается. Да. И звездой на этом музыкальном олимпе является его внук Алан Боребаев, который ныне работает главным дирижером оперного оркестра, австрийского оперного оркестра. Но он же еще и был профессором, академиком. Жубанов преподаватель. Какой он был? Он очень много читал лекции для того, чтобы просвещать неграмотных в то время, неграмотных, хотя и талантливейших музыкантов, но не знавших музыкальную грамоту, незнакомых с западной музыкой. Очень много читал лекции, просвещал. Исполняя, создавая вот эти концерты своим оркестром, он обязательно перед каждым номером старался рассказывать об этом произведении, как бы знакомя и просвещая слушателя, чтобы им было легче понять эту музыку. Он был человеком, конечно, не только музыкальным, одаренным, но и волевым, потому что пережив и Великую Отечественную войну, и те годы как раз были самыми сложными, наверное, для становления музыкальной культуры. Он общался и с Деной Нурписовой, и с другими деятелями тех времен. Вот расскажите, насколько сложно быть музыковедом именно в ту эпоху? Ну, я скажу словами Евгения Брусиловского, тоже композитора, который по контракту в свое время на три года приехал в Казахстан, но остался до конца своей жизни, работал и жил в Казахстане. Он сказал так, Ахмед Шуманов был первым казахом, прорубившим окно в музыкальную Европу. Вот, так можно охарактеризовать. А сам свое кредо Ахмед Шуманов определил так, словами Бетховена. «Я был в колесе истории ломовой лошадью, и никакие комариные укусы никогда не помешают мне идти вперед». Вот его кредо. И еще, если сказать одним словом, вот он всю жизнь занимался исследованием и пропагандой казахской музыки, и казахской, и мировой музыки. И в конце концов он сам стал достоянием мировой музыкальной культуры. Ну вот я знаю, что ваша семья тоже ценит и глубоко уважает, любит этого композитора. В частности, и вы читаете лекции студентам о его деятельности, изучали, любите его музыку, и ваш брат в том числе воссоздал вот этот сборник Ахмеда Жубанова. Расскажите об этом. Ну, к столетию Ахмеда Жубанова Актьюбинский музыкальный колледж, который носит имя Ахмеда Жубанова, основательно, конечно, готовился, потому что это такая дата. Приезжали все, кто остались живых, родственники, сестры самого Ахмеда Жубанова, Ажара Ахметовна и так далее. И вот этот учебник, который уже давно-давно, уже как бы почти его не стало, который создал Ахмеда Жубанова, они снова воссоздали, переработали. Этим занимался лично мой брат, ныне директор музыкального колледжа Актьюбинского имени Ахмеда Жубанова, Исмагул Фоманжол Гюсенова. Вот. Это книга «Музыкодага Алгашка Адам». Если сказать одним словом на русском языке, это музыкальная грамота. А что вошло туда? Ну, музыкальная грамота нотная, чтобы обучить музыкантов, нотная грамота. А здесь показано, как должен сидеть оркестр. Вот. Кто, за каким инструментом, где должен сидеть в этом оркестре. Ну, несмотря на то, что Ахмед Жубанов был таким великим деятелем, музыковедом, дирижером, композитором, к сожалению, нынешняя молодежь его плохо знает, как выяснил опрос населения, который мы сами же и проводили. Вот давайте обратим внимание, насколько они знают Ахмеда Жубанова. Ахмед Жубанов – это писатель? Ну, я изучаю русскую литературу, а казахскую литературу… Ну, да, это писатель, живший, когда его репрессировали, по-моему, да? Вы знаете, кто такой Ахмед Жубанов? Композитор? Вы знаете, кто такой Ахмед Жубанов? А, я знаю. Не надо менять руки. Вы знаете просто, кто Ахмед Жубанов? Кто такой? Кто поэт. Наш, в райске. Ахмед Жубанов – это не так, кто такой Ахмед Жубанов. Ахмед Жубанов – это очень старый композитор. Вы знаете, кто такой Ахмед Жубанов? Нет. Кто такой Ахмед Жубанов? Нет, нет, не знаю. Хотя некоторые, как выяснилось, не знают Ахмеда Жубанова, все же многие люди в Казахстане посвящают ему и школы, и свою жизнь для того, чтобы изучать его деятельность. Расскажите про Алматинскую школу. Много проездив по Казахстану с исследовательской своей фольклорной деятельностью, он видел, как много казахских талантливых детей, неграмотных в музыкальном смысле. И по его инициативе была создана в Алмате школа-интернат для одаренных детей казахов. Она работает до сих пор. Там еще создан 1994 года при школе музей Ахмеда Жубанова. Очень много выпускников, которые сейчас трудятся и в Казахстане, и за рубежом. Вот именно этой школой. Там сильные музыканты вырастают. Потому что с самого начала, с первого класса они занимаются до конца этой школы. В этой школе у них напряженный очень график. Даже вот я сама ездила, в этой школе была. Там говорят так, здесь, в этой школе, у ребенка детства нет. Потому что занимаются, занимаются, занимаются музыкой. На инструменте, теории, гармонии и так далее. Ну вот как раз, чтобы обучаться, конечно, нужно иметь стремление к этому, к музыке. Вот у него стремление было очень большим, я считаю. Вот расскажите, пожалуйста, Ахмед Жубанов, он все-таки должен быть таким известным, должен быть на слуху, как Дина Нурписова, как Хурмангазы. Но все-таки немного в меньшей степени о нем знают, говорят. Как вы считаете, должны быть вот такие музыкальные программы, специальные, посвященные нашим деятелям? Сколько произведений было утеряно, к сожалению, за все годы, начиная вот даже с 19-го, 20-го века? Должны быть такие музыкальные программы, вот как Аравин, помните, вел? Конечно, конечно. Это очень интересно, познавательно, полезно для наших будущих поколений. Вот, например, оперу Хурмангаза, начав он сочинять, он не успел завершить ее. Из-за него завершила его дочь, композитор Газиза Ахмедовна Жубанова. И она является как бы соавтором своего отца. И Хурмангаза носит как раз наш, имя Хурмангаза носит наш Уральский музыкальный колледж. В Актюбинске каждый год, вот, и посвященный Ахмеду Жубанову проходит «Жубановская весна», конкурс-фестиваль, где выступают, соревнуются между собой учащиеся студенты на разных инструментах. И вырастают такие хорошие музыканты. Вот к инструментам у него как раз была особая тяга, к дамбре, к хобызу. Вот скажите, все-таки без этого невозможно, без знания инструмента, познать музыку в целом? Да, конечно. Он уже в 6 лет научился играть и на дамбре, и на скрипке, и на мандолине, и на балалайке. И это ему в последствии в жизни очень-очень помогло. А в музыкальное училище в Ленинграде он сначала поступил по классу скрипки, но там обучение оказалось платным, и он не смог дальше продолжать обучение. Поэтому ему пришлось поступить по классу Габоя в консерваторию, куда принимали без музыкальной подготовки на духовые инструменты. И ему повезло в том смысле, что он попал именно к этому профессору, о котором я раньше говорила, который являлся главным дирижером и художественным руководителем Андреевского оркестра. Что ему впоследствии очень много помогло в создании уже Оркестра Казахских Народных Инструментов. Как есть такое выражение, бездарный пробьется сам, а таланту надо помогать. Вот на его жизненном пути встречались многие люди, конечно. И руководители оркестра, и те, кто его окружал, в частности, у той же Дины Нурписовой. Как он сам потом впоследствии говорил, он черпал вдохновение, тягу к музыке, которая у него никогда не прекращалась. С Диной он с удовольствием общался. Даже когда она была больна, вот в последние годы ее жизни он часто ее навещал. Как вы считаете, нужны такие учителя тем же композиторам? Конечно, конечно. Именно в народной музыке. Это же народный кюши композитор Дина Нурписова, который после себя стоял такое наследие, чем мы до сегодняшнего дня пользуемся. И на многие века это будет храниться в истории казахской музыки. И композитор Ахмед Жабанов тоже черпал, конечно, из этого для себя очень много. И общаясь, духовная пища вот эта вот, это окрыляет, это как бы помогает расти человеку, продолжать творчество. Ну и у кого как не у вас, спросите о том, как нынешняя молодежь воспринимает музыкальную культуру Казахстана. Все-таки вы преподаете в колледже. Вот расскажите, как проходят занятия и как студенты принимают всю эту информацию. Занятия проходят у нас интересно. Казахская музыка у нас рассчитана на два года. Первый и второй курс. Первый курс, как бы, проходят они народное творчество. Вот Кише, Акхынов, Кише это Кромангазе, Долит Кирей, Акхыны, вот Ахансире, Бержан, Мухит. Вот. А на втором курсе у нас уже начинается профессиональное, изучение профессиональной музыкальной литературы. Здесь мы как раз проходим, вот, и Ахмеда Жубанова, и Барсиловского, и Мухан Тулебаева, и так далее, вот. До сегодняшних современных произведений, до сегодняшних современных композиторов. А молодежь как-то принимает? Они отлично принимают. С удовольствием изучают. Да, во-первых, они же, учаясь в музыкальном колледже, каждый почти занимается на инструменте избранном. И также проходит предмет общий фортепиан, на котором они исполняют как раз произведения и зарубежных композитов, и наших казахских. Но вот у вас большой стаж работы, все-таки четверть века. Вот как вы считаете, если сделать небольшой анализ? Вот молодежь идет в музыкальные колледжи по сравнению с теми годами, когда вы только начинали работать, и сейчас. Осталась тяга все-таки к музыке, особенно к народной, к нашей? Осталась. Я считаю, что ничего почти не изменилось. Сейчас, наоборот, создаются условия, хорошие условия для обучения учащихся. Лично в нашем колледже созданы группы для казахского обучения, группы для русского обучения и для всех инструментов. И поэтому, раз создаются условия, конечно, будет учащийся идти учиться и стараться. Это делать хорошо. Ну и последний такой вопрос, вернее, пожелания молодежи. Какое вы скажете в качестве преподавателя музыкальной, все-таки культуры, теории музыки, чтобы они больше знали наших композиторов, музыкантов? Что вы пожелаете молодежи? Учиться у наших композиторов, которые оставили такое наследие нам. Изучить все их произведения и на этом учиться и создавать свои новые. Идти вперед. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе, за то, что ответили на все вопросы и очень интересно рассказали про Ахмеда Жубанова. А я напомню о том, что наша программа сегодня была посвящена Ахмеду Жубанову, композитору, дирижеру и основоположнику казахской музыкальной культуры. А у нас в гостях была Камбат Зюсеновна Нургалиева, преподаватель теории музыки музыкального колледжа имени Курмангазе. Наша передача была подготовлена при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова